Парламент Франции во втором чтении одобрил закон о введении штрафа за домогательствах на улицах. Причем не только за физические, но и за устные. То есть за оскорбляющую фразу или навязчивую попытку познакомиться на улицах Парижа теперь придется заплатить от 90 до 750 евро. Одним из инициаторов закона стала министр по вопросам гендерного равенства Франции Марлен Шаапа. Она присутствовала в парламенте во время его принятия и сказала, цитирую, «Домогательства на улицах раньше не наказывались, но начиная с сегодняшнего дня это прекратится». Но прекратятся ли в связи с этим сами домогательства? Давайте попробуем разобраться в том, к чему может привести новый закон и почему его решили принять именно сейчас. На связи с нашей студией журналист Международного французского радио Ксения Гулия. Ксения, здравствуйте. Скажите, слышите ли вы студию Ортевяй? Добрый вечер. Прекрасно вас слышу. Ксения, могли бы вы нам подробнее рассказать, что это за закон и почему именно сейчас его решили принять? Ну, насчет того, почему именно сейчас, как вы знаете, закон за один день не принимают. Его разрабатывали довольно давно. Это началось где-то год назад. Ну и вообще вся эта тема женского равноправия, полноправия и борьбы с сексуальным насилием, и с домогательствами была такой большой темой предвыборной кампании Эммануэля Макрона. Было очень много обещаний. И вот если коротко рассказать о том, что же из этого всего вышло и об этом самом законе, то там, конечно, довольно много вещей. Но если вы уж остановились на штрафах за уличные приставания, то важно понять, что появилось в законе понятие о сексистском оскорблении. И чтобы не было тут недопонимания, сразу оговорюсь, что это, конечно, не штрафы за какие-то взгляды или просто за попытку познакомиться. За это, конечно, никакого наказания не предусмотрено. И с другой стороны, это, конечно, не штрафы за какое-то физическое насилие, потому что такие статьи в законе уже есть, есть вот этот юридический арсенал. И, наверное, тут очень показательно в этом смысле история, которая получила большой резонанс. Недавно видео, на котором видно, как в Париже девушку, сначала мужчина какой-то неизвестный оскорбляет, а потом еще и бьет ее по лицу. Оно набрало 2 миллиона просмотров, по-моему, в Фейсбуке, вызвало большой резонанс, большой отклик. И вот этому мужчине вменили, с одной стороны, домогательство, а с другой стороны, ему вменили и вооруженное нападение, потому что он кинул пепельницей в девушку. Ну так вот, вот эти штрафы, это, конечно, про вот это непристойное поведение на улице, унизительное для женщины и оскорбительное. Вот, например, когда кто-то за вами следует по пятам, и что-то выкрикивает, что-то свистит, вот эта ситуация, которая, к сожалению, знакома многим женщинам, там, конечно, могут быть и отягчающие обстоятельства, если, например, оскорбляют кого-то несколько человек, если оскорбляют ребенка, если это все происходит в общественном транспорте. Ну и в зависимости вот от этого всего штрафа, от 90 до даже 3000 евро, если это речь идет о рецидивисте. Скажите, а как вот дифференцируется этот штраф? То есть от чего зависит сумма штрафа? Ну, да, от 90 до 750 евро, если речь идет о первом случае, и существуют отягчающие обстоятельства. Например, если оскорбление в адрес человека уязвимого, уязвимого, если оскорбление в адрес малолетнего, которому меньше 15 лет, если это происходит в общественном транспорте, и если это происходит со стороны группы лиц, то тогда полиция на свое усмотрение может такой штраф ввести. И до 3000 евро, если это рецидив, 3000 – это максимальная сумма. Но самая большая проблема – это, конечно, проблема правоприменения, потому что пока не совсем ясно, как вообще фактически будет эта мера приниматься, поскольку, по идее, полиция должна штрафовать нарушителей прямо на месте и фиксировать нарушение прямо на месте. А у нарушителей есть такое свойство – они не ждут полицию, чтобы к кому-то приставать навязчиво, или чтобы за кем-то следовать по пятам, свистеть и так далее. И с другой стороны, жертве вот этих приставаний может быть сложно найти полицейский патруль где-то рядом, да еще и потом доказать, что действительно имело место вот это уличное домогательство. В Бельгии, например, такой закон существует с 2014 года, подобный закон, он не совсем такой, но подобный, и там за 4 года выписали всего 3 штрафа. Есть такие законы в других странах, они тоже показывают, в общем-то, неэффективность, но, как вы знаете, у законов есть и другие функции. И, возможно, тут главное не штрафовать как можно больше людей, а установить вот такой ясный социальный запрет на домогательство. Получится или нет, это уже другой вопрос. Ксения, скажите, а как вот в самой Франции отреагировали на принятие закона? Верят ли французы в то, что домогательства прекратятся? Ну, вы знаете, там, конечно, есть в этом законе и статья о домогательствах, но домогательство, на том числе, это совсем не главная вещь в этом законе. И самым главным ожиданием французов, общества, правозащитников, людей, которые занимаются защитой интересов женщин и детей в судах, это было, конечно, то, что в законодательстве наконец-то появится возраст осознанного согласия на секс. То есть это возраст, до которого любые сексуальные контакты взрослого с малолетним считались бы насильственными. В любом случае. Это вообще такая довольно больная тема, потому что во Франции суд может счесть, что вот эти сексуальные отношения были добровольными и осознанными со стороны ребенка. И судить взрослого человека не за изнасилование, например, а по каким-то более мягким статьям, там, за развратные действия, совращение малолетних, наказание, конечно, вы сами понимаете, не такое строгое и не такое жесткое, как за изнасилование. Но ничего такого не произошло, никакого минимального возраста и осознанного согласия на секс не установили, хотя лично и президент Макрона, и госпожа Шьяпа, госсекретарь по вопросам равенства женщин и мужчин, они высказывались за эту меру, за то, чтобы установить этот возраст на уровне 15 лет. Но этого не произошло по разным причинам. Ну, если говорить еще о реакции общества, то главной победой вообще люди и правозащитники, и вообще в обществе называют то, что сроки давности по преступлениям, таким преступлениям над детьми продлили с 20 до 30 лет. И теперь жертвы... Это тоже радует, это действительно достижение. Спасибо большое, Ксения. С нами на связи была Ксения Гулия, которая нам подробно рассказала о законопроекте, который приняли во французском парламенте. И знаете, здесь стоит отметить, что проблема так называемых устных домогательств довольно актуальна в самых разных странах. В России, например, какие-то социальные шутки встречаются сплошь и рядом, на улицах, в метро и других общественных местах. Насколько эффективны такие законы? Можно ли таким образом с помощью штрафов и наказаний объяснить людям, что не стоит так себя вести, нельзя домогаться, приставать к людям на улицах? Давайте поговорим об этом с человеком, который давно занимается проблемами насилия и домогательств в России, Анной Ривиной, директором Центра насилия «Нет» и юристом. Анна, добрый вечер. Слышите ли вы? Здравствуйте. Да, добрый вечер. Анна, как вы считаете, могут ли подобные законы, которые добрил, законы, подобные тому, которые добрил французский парламент, решить проблему домогательств? У этого закона, безусловно, есть очень важная функция, превентивная функция. То есть, действительно, я думаю, что на практике он не так часто и будет применяться, но люди знают, что теперь это делать нельзя, что это делать не стоит, или придется как-то за это отвечать. Без сомнения, этот закон имеет хоть какой-то смысл, если он вообще фигурирует в комплексе мер по защите в данном контексте женщин, детей, пострадавших от насилия. Одного этого закона, безусловно, недостаточно. И если говорить про российский опыт, то, к сожалению, у нас все очень печально, потому что мы пока что еще даже самое очевидное не можем признать и пройти. Мы остались единственной страной в Европе, в которой нету закона против домашнего насилия. Из всего Советского Союза мы в компании только с Узбекистаном. У нас до сих пор полицейские называют многие изнасилования ненастоящими и смеются над теми, кто приходит со своей бедой. У нас нету закона против сталкинга, то есть у нас очень часто бывают ситуации, когда людей преследуют, им угрожают, а потом это приходит к каким-то более страшным последствиям. И опять-таки правовая система никак не хочет на это реагировать. И начиная с самых страшных условий, точнее, с самых страшных случаев, когда женщины, например, звонят в полицию, приходят в полицию, говорят, что их хотят убить, их избивают, а им просто говорят, идите отсюда, это ваши проблемы. Или труп будет, приедем, опишем. Это самая страшная история, которая была в конце 2016 года, когда так ответила участковая по телефону. И женщина через 40 минут умерла из-за побоев. Анна, ну вы давно занимаетесь проблемами насилия в России. Скажите, вот ситуация за последнее время как-то изменилась. Можно ли вообще ожидать, что, не знаю, через 10, через 20 лет в России могут быть такие законопроекты, хотя бы рассматриваться такие законопроекты, где за простое устное домогательство и некое оскорбление могут наказывать? У нас действительно ситуация изменилась, да. Я считаю, что она должна была очевидно измениться в лучшую сторону. Мы вместо того, чтобы пойти вперед, пошли назад. И, как мы знаем, наши депутаты вывели побои из уголовного кодекса, произошла декриминализация побоев, и теперь у нас за это штраф как за неправильную парковку. Но в то же самое время стоит отметить, что сейчас тема, которая очень много в разных проявлениях, и домогательства, и насилия, и разные аспекты обсуждаются в СМИ. Безусловно, есть общественная дискуссия, которой раньше не было. И у меня нет сомнений, что мы все-таки как-то медленно, но идем вперед, потому что у нас люди, в отличие от многих депутатов, все-таки адекватные. Ну, а если поговорить о другой стороне вопроса, наверняка вы знаете, что с 1 июля в Швеции вступил в силу закон, согласно которому мужчины перед сексуальным актом обязаны получать согласие женщины. Ну, то есть отчетливое такое «да». И, похоже, инициативы той дела появляются. Вот скажите, вам не кажется, что это перебор? Многие утверждают, что это может привести к тому, что люди станут еще более одинокими в то время, когда они и так одиноки. Вы знаете, как показывает практика, когда люди что-то хотят, и это все основано на согласии, у них все получается. И, конечно же, мы сейчас пересматриваем какие-то общественные нормы. Без сомнения, мы ищем новые слова, новые модели поведения, потому что меняется мир, это нормально. И, конечно же, мы все в него как-то должны вписываться, пересматривать свое поведение. Но когда-то не было мобильных телефонов, когда-то не было интернета. Мы приучились. Теперь вот нужно приучиться и к тому, что нужно спрашивать женщину, хочет ли она с собой заниматься сексом, а не брать ее силой, как раньше было положено. Конечно же, это очень важно, потому что, я повторюсь, что, к большому сожалению, наши полицейские часто изнасилование называют ненастоящим, потому что в их понимании, если женщина активно не кричала, не сопротивлялась и не убегала, не пыталась, я не знаю, топором зарубить того, кто ее пытается изнасиловать, то это все якобы было по ее согласию. Именно для этого и придумываются такие правовые механизмы. Именно для того, чтобы нельзя было женское несогласие трактовать двояко. Да, женщина, и не только женщина, действительно, человек любой должен вслух сказать или дать очевидно понять, что этот контакт, он добровольный, и что есть возможность отменить этот контакт, если нет такого желания. Ну что ж, будем надеяться, что домашнее насилие в России наконец-то тоже перестанут считать обычными какими-то семейными проблемами. Спасибо, Анна. С нами на связи была Анна Ривина.